Частные инвестиции эффективнее бюджетных. Об этом на совещании говорили не один раз. За полгода в экономику края удалось привлечь 143 миллиарда рублей. Однако сумма на треть меньше, чем за такой же период в 2015. Чтобы бизнесмены захотели вкладывать свои деньги в краевые проекты, для них нужно создавать комфортные условия, напоминает собравшимся Вениамин Кондратьев. Инвестклимат в регионе станет теплее, если из кабинетов чиновников уйдет излишний бюрократизм. В создании инвестиционного климата в регионе все принимают участие. И органы власти, и органы муниципального управления, и правоохранительные органы. Никто не отсидится за отсутствием якобы своей компетенции. У нас одна с вами, одна общая компетенция – создание комфортных условий для инвесторов. Любое давление на бизнес, на инвестора должно получать жесткую оценку со стороны власти. Тогда на самом деле неповадно будет тем, кто пытается создать препоны, и инвестор будет видеть, что каждый случай вот такого толка является предметом рассмотрения самой власти. Вот всему этому грошу цена. Если все инициативы инвесторов будут разбиваться о чиновничью волокиту, вот эти вот искусственные препоны… Палки в колеса бизнесменам нередко вставляют и естественные монополии. Высокая стоимость подключения к инженерным сетям, отсутствие необходимых лимитов – это лишь часть того, с чем сталкиваются предприниматели. По словам прокурора Края, чаще всего ресурсоснабжающие компании грешат неоправданным расчетом цен. В большинстве случаев цена присоединения одного и того же объекта, рассчитанная разными способами, отличается в разы. Но это не все предприниматели знают об этом. И чем ресурсоснабжающие предприятия, пожалуйста, пользуются? Пора нашим гражданам завершать, бояться или говорить, что они боятся. Чего бояться-то? Есть телефон доверия администрации, есть телефоны доверия ВМВД, есть телефоны доверия ЧИТФСБ. Так давайте, ЧИТФСБ, давайте нам информацию, мы будем ее совместно проверять. Я думаю, что мы не дадим возможности любым посредникам наживаться. На каком этапе реализации проекта и по чьей вине случилась проволочка, вскоре можно будет отследить. Для этого на Кубани сейчас разрабатывается специальный интернет-портал. Единая информационная система сопровождения. В нее будут включены абсолютно все проекты региона, их статус и степень готовности. Заработать этот механизм должен до конца года, обозначает сроки глава края. Где у нас информационная система? До конца года будет внедрена в промышленную эксплуатацию. Сейчас внедрена в пилотном режиме. И все проекты, которые зашли в край, там будут четко отражены. И будет сопровождение этих. Нужна сегодня жесткая, прозрачная, конкретная система контроля над прохождением всех инвест-проектов. И она должна быть, на самом деле, актуальна. Эта система. И работать в актуальном ежедневном режиме. Ослеживать, что с каждым проектом, с маленьким или большим, на какой стадии он находится. Сделайте прозрачность, четкую работу с инвесторами, прозрачную схему сделайте. Для улучшения инвест-климата в край вводят различные льготы и налоговые преференции для бизнеса. Однако все это может остаться невостребованным, если не решить вопросы с бумажной волокитой и коррупционными схемами, уверен Вениамин Кондратьев. Кроме того, проекты, которые край предлагает инвестору, должны быть реальными для воплощения в жизнь. Давайте завязывать с этой профанацией. В кровых масштабах завязывать просто. Или работать с инвесторами, или не плакать, понимаете, что денег нет. Зарабатывать их надо. Зарабатывать. Или уговаривать инвестора заходить и помочь вам заработать. Давайте реальные проекты выставлять и реально ногами ходить к каждому инвестору. Создавать условия, конкретные условия, чтобы инвестор не то что не ушел, а еще и больше расширил свои инвестиционные вливания в муниципалитете или в край. Убедите вы и наших местных бизнесменов, больших, маленьких, вложиться в собственный район. Вслед за ним придут инвесторы из-за пределов края. Но если инвесторы перегорят, если они просто уйдут в другие регионы, это мы с вами потеряем новые рабочие места и налоги. Мы с вами потеряем. Инвесторы сегодня готовы вкладывать в экономику края. Об этом говорят и цифры статистики. По результатам первого полугодия в национальном рейтинге состояния инвестклимата Кубань заняла седьмое место из 76 регионов. Но сохранить эту позицию возможно только при условии поддержки бизнесменов со стороны власти.